Всем привет, друзья! Вы на канале Шетвеллигровые миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами Days Go, находимся в лагере Железного Майка. И впереди у нас совместный, наверное, квест с Бухарем. Ты выкрутил мне руку, он называется, в последний раз пошпионит на Абрайана. И очень перспективное описание этого квеста, что мы в последний раз уже будем гоняться за этими черными вертолетами, честно говоря, они уже поднадоели. Ну, давайте направляться в точку назначения, где стартует наш квест. Проехать. Что, проехали? Ладно, я пешком дойду. Подождите, сохранюсь. Хотя зачем? Я только загрузился. Проехать, значит проехать. Мотоцикл подтянется, наверное, автоматически. Стоп, 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 стоп. Патроны. Ну, еще ничего. Могло быть и хуже. Правда, одного не хватает там у нас. Ну, ладно. Пошла загрузка квеста. Как быстро день наступил. Мне надоело бегать по твоим поручениям. Ты узнал или нет? Да, я... Да, да, я узнал. Ну, так выкладывай. У меня к тебе еще всего одна просьба. Ты что, не слышал, что я сказал? С меня хватит. Одна просьба. Потом встретимся с глазу на глаз, и я все покажу. Забудь. Сара и Рен. Нашел. У нее было второе имя, так? Сара, Ирэн, Уитакер. Так указано в ее личном деле. Одна просьба. Спасибо. Одна просьба. Координаты выслал. Конец связи. Хоть бы сказал. Жива, не жива. Имя назвал, потому что он ее в профайле увидел каком-то. Привет, привет. Торопишься куда-то? Этот на поле идет. Помнишь, я говорил тебе про того гада из Нервона, у Брайана. Он что-то выяснил, но сперва у него, конечно же, еще всего одна просьба. Ну, удачи. Никогда мне. Поехали со мной. Да ты что? Я? А морковка, капуста? Да ну. Меня ж на огород послали. Выращивать странную траву всем на коже. Представьте, сколько он ходит к огородам. Километров 20 пешкочком, да? Каждое утро. Неплохой у него маршрут. И главное, мотыгу берет именно в этом лагере и с ней идет через... Я вот все думаю про фрик. Куда мы едем? Леса на поле. В сторону Милаква лейк. Знаешь, где это? Или хоть что-нибудь. Да, это северо тоннеля Кэмп Роу, рядом с Уолда Роу. Зачем туда? Там должен приземлиться вертолет Нера. Что-то они там будут делать. О, Брайан просит выяснить, что им там понадобилось. Значит, О, Брайан, он теперь типа твой начальник? Приказы раздает? Нет, Господи. Бухарь, ты знаешь, зачем мы это делаем? Просто, по-моему, если он велит прыгнуть, ты спросишь только откуда. Все совсем не так. Просто он что-то знает, нам надо это выяснить. Неплохо. Бывало и хуже, знаешь. Грядки, полоти, и все такое мне даже нравится. Прям как в детстве. Я на лето всегда ездил на дядину ферму на границе Сайдаха. Горбатился на грядках со сверклой. Хм, у него был маленький кроссовый мотоцикл. На нем я и научился. Ты смотри, скоро начну звать тебя фермером Биллом. Можешь уже звать. Он профессионал. Берет мотыгу и идет через лес полный волков, мертвяков и прочей хрени. Работа превыше всего. Это же буха. Как доберемся, держись рядом. И главное, не показывайся на глаза. Им дай только повод пострелять. Ладно, ладно, я понял. Не шуметь, рта не раскрывать, на рожон не лезть. Спасибо, что взял меня с собой. Приятно снова гнать по дороге. Хоть и пассажирам. Куда бежать? Держись рядом. Прикрой спину. Зачистите этот сектор. Присядь вообще-то, а? Приятель. Куда нам идти? Так он стоит, он же не садится даже. Не получилось, как в прошлый раз. Ладно, работаем. А что так медленно, не пойму. Что с тобой не так? А, это с бухарем мы ходим пешком. Блин. Да, тебя не видно. Так, жди здесь. Хорошо. Наконец-то додумались. Я думаю, мы так и пойдем. Он будет стоять возле нас. Понаблюдать. Дожили. Что-то не идет никуда. По-моему, он нервничает. Меня ж не видно. Что, забаговал? Квест забаговал, походу. А, да и сгон. Чем дальше, тем веселее. О, сработал. Да. Говно фриков? Да. То есть, нас послали, хрен пойми куда, чтобы вы собрали говно фриков? Вот именно. Ладно. Я так спросил. Заметка номер 2102. Ну и хрен. Дерьмо теперь анализирую. В обиходе шахтерский салат. Не перебивай меня. А также, однодомных ягод выживей. Ну и что делать? Бежать? Бред какой-то. Зачем нам это знать? Это означает, что бреги едят не только нас и друг друга. Они едят в мягом для растений. Ну, бред же ж какой-то. Ну, реально. Как меня удогонять, если везде охрана стоит вооруженная? Блин, ну такое уже придумывают. Просто на голову не налезет. Жесть. Пятнашки какие-то, нахрен. Ну и как мне тут там за ними тесе, если везде стоит охрана? Мда. Надеюсь, это действительно последнее задание по вот этим ползваниям бессмысленным. Что там так? Стоять! Это карантинная зона! Такое я ничего не делаю. Фигня. И главное, в тот раз не написали, что меня поймали, агент НР. Ой. И судя по процентовке сохранения, мы еще к середине игры не подошли даже. Представляете, сколько еще здесь натолкают вот такого вот однообразного дерьма. Дерьмо изучаем фриков, понимаете? Двадцать пятый час в игре. Меня уже просто обомбит. Просто от глюков, от багов. От всего на свете. Ну пройти надо. Надо дойти, посмотреть к чему там. Мы пройдем в итоге-то. Что-то ж, наверное, интересное должно быть. Давай зайдем отсюда. Может, отсюда проще будет идти. Но тут полно народу. Вот они все стоят. Смотрят на меня. Попробуй отсюда. Ну не факт, что выйдет что-то путное. Мы собираем образцы помета. То есть, говно? Да. Говно фриков? Да. То есть, нас послали хрен пойми куда. Чтобы вы собрали говно фриков. Говно фриков. Замечательно. Зачем это Абрайану? Я так спросил. Заметка номер 2102. Анализ образцов помета из зон 2, 3 и 4b выявил следы критонии пронзенно-листной. А это что? В обиходе шахтерский салат. Не перебивай меня. А также однодомных ягод мы живем. Тут как мне поступать? Зачем нам это знать? Зачем нам это знать? Это означает, что в реке едят не только нас и друг друга. Они едят ягоды, растения, траву, хвою. Почти все то же, что олени. Они все ядные, как и мы. Но их желудки могут переварить намного больше видов клетчатки. Ну ладно, понял. И что с тобой? Это значит, что когда мы закончимся, они не умрут с голоду. Я с нами всерьез и надолго. Черт, это плохо. Да, плохо. Все, я закончу. Теперь мне надо выбраться от вертолета, да? Ты иди назад, Байку. Они улетят сейчас, я надеюсь? Еще ж надо выбраться отсюда как-нибудь. Надеюсь, что улетят. Я хоть посмотрю, как они улетают. А то они просто исчезают за спиной. А, они не улетят. Это не прописано. Понятно. Хорошо, как будем бежать отсюда. Да. Давайте камнями бросаться. Ты развернешься, нет? Отлично. Ух, я верю всем сердцам, что это последняя миссия по этому ползанию. Потому что уже нет сил просто. Просто выбрать нужный куст и со второй-третьей попытки понять, какой куст они видят, а какой куст не видят. Ну, это же гениально. И так 20 заданий подряд. Ну, не 20, а 10, наверное, точно задание. Такое ощущение, что игру просто физически растянули, но не придумали, что в нее впихнуть. Огромный мир и десятки одинаковых заданий, просто десятки, которые ведут нас к цели узнать что-то о Саре. Хотя можно было бы это вывернуть как-то по более оригинальному сценарию. А не так, как это подается, вот в течение, сколько у нас уже часов наиграно. Уже часов 30 наиграно. А мы все движемся в никуда, получается. Ну да, слышал. Наши налоги идут на собирание дерьма фриканов. Вот и я про то. Зачем нам был Бухарь в этом деле важный? Просто, чтобы он не пошел на поле, да? Таким он прогул засчитает. Я думал, какая-то совместная операция будет. Брайан, прием! Ответь, Брайан! Слышу тебя. Ты закончил? Да, все готово. Где встречаемся? Я не ждал тебя так рано. Сейчас скину тебе координаты. Но мне нужно время, чтобы туда добраться. Конец связи. Ну зашибись. Он думает, я тут типа прохлаждаюсь. Ну что, походу ты прав. Он тот еще козел. Видели обновление, да? Теперь квест не заканчивается большим пятном на весь экран. Теперь квест аккуратненько в центре экрана появляется. Это то, что я скачивал в прошлый раз. Размером 16 гигабайт. Вот они что добавили в игру. Обновилась система квестов. Да, круто. Система подачи выполнения квестов. То есть теперь нет взрыва, который, знаете, такой бух. И квест выполнен, и процентовка идет. Теперь же все по-другому в этой игре. Все намного улучшилось. У меня, кстати, уровень повысили. Давным-давно два раза. Но тут, понимаете, смысл даже в повышении уровня. Если в других играх ты качаешь, а получаешь реально что-то крутое и ценное, и ты рад тому, что ты получил, то здесь, ну ладно, могу качнуть. А могу два уровня, три уровня не качать, ничего. Возможно, быстро устраивать на ноги, выполняя перекаты. Ну давайте. Стремительная реакция освоена. Может, это нам поможет. Если вас сбьют с ног, нажмите Р1, чтобы перейти в себя. Бешеный бык. Ну давайте в другое что-то качнем еще. Стрельбу какую-нибудь. Усиление начальной эффекта от менстру и концентрация. Я вообще не пользуюсь концентрацией. Вообще не знаю, как ее делать. Она есть, конечно, но зачем она нужна? В режиме концентрации выстрел более эффективно останавливает слабых врагов. Ну давайте попробуем. А вот это что дает? Значительное ослабление отдачи стрелкового оружия. Меньше шатает. Возможность перезаряжать стрелкового оружия во время бега. О! Вот это важно. Вот это реально важно. Хоть что-то полезное. Когда убегаешь от них, не можешь перезарядиться. Иногда бывает. Давайте вот это возьмем. Это важно, да. Чтобы перезарядить оружие на бегу, Л3 нажмите. Нажмите, понятно. Вот там меня жмут. Когда за тобой волк гонится или еще кто-то типа того. А ты не можешь перезарядиться. Опять мы едем в эту точку. Мы здесь уже раз в 200 были. Через заправочную станцию. Здесь, кстати, бензин я увидел. Пока бежал. А, у нас квест. Нам бензин не нужен. Действительно. Во время квеста мы с вами воздухом заправляем наш мотоцикл. Так, я надеюсь, Бухаря применят. Если мы просто с ним прокатались. За компанию. Заправка. А, мы здесь гнезд зажгли. Теперь можно проезжать мимо. Еще и вечерей. Вот это мне больше всего не нравится. Ночное время с Бухарем еще находиться. Не очень весело. А Бухаря, видите, не приплели к этому заданию, потому что его не смогли заставить сесть. Он в траве стоял просто. Правда, его могли уже увидеть давным-давно. Поговорить с Абрайаном. Жди здесь. А то увидит, что я не один. Может психануть. Так зачем ты убрал с собой? Ладно. Пригляжу за байком. На уродов из Нера сегодня уже насмотрелся. Хорошо. Я скоро буду. Так можно было и по рации с тобой поговорить. Абрайан сказал, он должен мне кое-что сообщить. Он знал ее второе имя. Ирен. Неужели она жива? Но он-то выжил. Так почему она не могла, а? Проехали возле этого холма. И Абрайан не увидел, что мы вдвоем едем, да? Ну, чудесно. Просто думает, что я один, да. А вот и он. Ну, действительно, она же видел, как мы вдвоем ехали. Ну, ладно. Вот он. Ну, рассказывай. Блин, да что ж ты все подкрадываешься. Что узнал? Итак, я сейчас тебе все расскажу, но новости плохие. Я нашел человека, он покопался в пайлах, которые мы... Они, они хранили, но пока еще что-то фиксировалось. Я понял, дальше. В общем, Сара Уитакер, твоя жена, поступила в полевой госпиталь в Слончиках Силдер Лейк. Там ее шесть часов оперировали, а потом... Значит, она выжила? Рана была не смертельная. Да, да. Судя по данным в архиве, она полностью восстановилась, и ее перевели в другой лагерь, на окраине Чемутова. То есть она... Она может быть жива. Так значит, она сейчас может быть где-то... Нет. В каком смысле нет? Лагерь уничтожен. Все было уничтожено. Никто не выжил. Но ты выжил. И они выжили. Слушай, никто не смог бы спасти тот лагерь. Эта трасса 97 была, и остаются артерии. Зараженные фрики ломанулись толпой из Лос-Анджелеса и пригородов из Сакраменто. Их были тысячи, много тысяч. Мы ничего не могли сделать. Вы с Малилей, а кого вы взяли с собой? Персонал Неро, федералов, людей с правом доступа. Персонал Неро? Это типа солдат, что ли? Тех, которые должны были защищать гражданских? Ничего не сделать. Да, да. Я хорошо знаю, что такое мерно. Мы же ничего не могли сделать. Знаешь, что вы могли? Могли взять с собой кого-нибудь. Могли спасти хоть кого-то. Да у нас вообще не было времени, не было места. Да они и так все между собой передрались. Я все понял. Я очень тебе сочувствую. Да и я, в общем, всем нам сочувствую. Но ты сам подумай. Если бы ты тогда не посадил ее в вертолет, она бы умерла в считанные часы. Ты все правильно сделал. А если бы ты остался рядом, ты бы просто погиб вместе с ней. Да и все. Ты думаешь, я этого не знаю? О, Брайан. Спасибо тебе, что спас ее тогда. Ясно, понятно. Вернуться к Бухарю. Никаких хороших новостей нет. Но я думаю, что... Правда, где-то все-таки есть. Я все еще думаю, что она жива, но не зря же мы это все делаем. Чтобы узнать, что она мертва через 20 однообразных заданий с Абрайаном, я думаю, нет, не зря. Бухаря нет. Все. Все, прощай, Бухарь. Унесло его. Вот зачем мы его взяли с собой. Бухарь! Бухарь! Час от часу нелегкий. Мать, где ж тебя носит, придурок? Ого. А, черт. Бигфут. Ничего себе у нее размер обуви. 67-й. Ладно. Бухарь, куда я поднимался. Смотрите, видите, новое обновление квестов. Ботинки. Это его следы. Это стоило того, чтобы качать. 41-ое обновление в игре. Вообще, у меня такое впечатление, что игра должна была выйти в 20-м году, а не в 19-м. Ее просто вытолкнули, а потом, походу, начинают доделывать все, что нужно доделать. Ну, это мое личное такое мнение. Потому что в следующем году выходит Last of Us 2. Если бы эти две игры вышли вместе, то, понятно, продаж бы игры не было. Поэтому такие меры, такой сырой продукт вышел именно по этой причине, мне кажется. Ну, куда? Так, сюда. Сюда, сюда. Ну, что тебя понесло в кусты? Бухарь. Это ты? Нет, еще одного шлепну. Дик, ты слышишь? Это Рики. Ну? Дикон Сен-Джон. Да, Рики, я здесь. Что такое? Тебя тут искал Шиза. Он сказал, Бухарь не вышел на работу. Я... я волнуюсь. Все нормально. Он со мной. У нас тут дело. Передай Шиза. Мы будем через час. Хорошо. У меня почти все готово, чтобы заняться трансформатором. Уговор в силе? Да. Да. Ты тогда скажи, как соберешься. Горячая вода? Я тогда из душа просто не вылезу. Да, хорошо. Звучит здорово. Слушай, Рики, мне пора. Конец связи. Тут Бухарь пропал. Она со своим трансформатором и горячим душем. Да не на тебя сейчас, Рики. Тут Бухарь пропал. Не пойму, где он, конечно. Так. Надо осмотреться. А вон тело лежит. Он собак каких-то перевернул. Что это за вид собак такой? Я с таким не встречался в игре. Ладно. Где? Я на верном пути. Еще кровь. Перебил полдеревни. А тут что? Или это просто домик, если можно заходить? Ну да, следы видят, конечно, другое место. Надо просто посмотреть. Бито есть. Посмотрю, что в доме. Находится. Бинты у нас полные. Блин. Какие-то секретные проходы. Бухарь. Да не ты здесь обитаешь, нет? А, я здесь бывал, по-моему. Все это я помню эту комнату. Я проходил в эту... О, металл нужен как раз очень сильно. Металл нужен. Мне вообще нет. Все на руку бухаря ушло в прошлой серии. Вообще знакомый дом. Бывали мы здесь. Ладно, выползай обратно. Ну да, мы здесь гнезд зажгли. Вон, вверху. Ой, вверху, впереди. Тут металла нет? Нет. Да-да, было дело, было. Еще один труп. Блин, да он не только фриков. Он всю живность здесь перерезал. Еще прям какие-то экзотические собаки. Или это волки те же, только они выглядят по-другому, малость. Еще одна бита. А есть металл здесь, нет? Блин, да это мне неинтересно. Сюда он пошел вниз. Пойду гляну, что здесь. Металла нет? О, барная карта из Кэмброук. Так, там сигналка. Куда подходить не будем. Сюда я не заходил, раз карту не взял. Вообще-то там собаки убитые дальше лежат. Но следы идут вот сюда. Да. Я вижу Бухаря. Здесь можно спрятаться. Будет видать какая-то потасовка. Бухарь. Всех собак убил. Или это не ты? Бухарь, ну что за хрень опять? Я думал, тут малый затарится. Гляжу, упокоители, прикинь, убивают собак. Тихо-тихо. Так это не ты. Я уж начал волноваться, чем те собаки наглядили. Он, черт, он обычный пес. Упокоители. Они по приколу убивают здоровых собак. Потерпи. Тырик, нет, нельзя его так оставлять. Так нельзя, нет, нельзя. Да, короче, давай, я сейчас. Правда? Ты, ты можешь. Ну, дружок, тихо, тихо, не бойся. Сейчас я... Господи, дик. Вот, блядь. Ничего. Сейчас я тебя... Потерпи, дружок. Все. Зачем они собаку убивают? Готов? Ну, да. Да, готов. Только куда он побежал? Вот если посмотреть на карту... Ну да, мы к заправке, по идее, сейчас можем выйти. Не дать бухарю погибнуть. Ну, нормально вообще. Что ты делаешь? Ладно. Да, бухарь. Бухарь, что ты делаешь? Бухарь, бухарь. Свяжись с психом. Надо перезарядить. Бухарь. Не убиваешь. Он пошел на пролом. Но я тоже не отстаю. В рукопашную. Вернуться к байку. Психанул. Немножечко. Ненавижу этих мразей, понимаешь? Да, да, да. Пойдем. Пора уматывать отсюда. 300 метров байку сейчас мы... Медикаменты посмотрим. Не знаю. Как будто башню сорвало. Не знаю я. Наверное, я просто хотел им отплатить. Хотя... В расчете мы с ними никогда не будем, понимаешь? Понимаю. Понимаю, приятель. Ну, в следующий раз, конечно, сам будешь отбиваться с такой тактикой. Получить с дробовика в лицо. При этом еще улыбаться потом. Ты идешь, нет? Надо его подождать. Давай, давай, бухай, давай. В следующий раз я тебя точно не возьму с собой. Нет смысла. Просто проблем создаешь. Ты идешь? Хромает сзади. Нормально. Если бы ты не сделал для меня эту штуку, ну, в смысле, руку, не знаю, что бы со мной было. Наверное, я бы... Ну, короче, сам понимаешь. Но ты привыкнешь? Да, куда деваться? Выбора-то ни у кого особо нет. Ну, да. Ладно, пошли. У него и до этого была рука какая-то со штырем. Ну, не нож, конечно. Эй, вон твой байк. Да я свою знаю байк. Как все прошло? О чем ты? Ты знаешь о чем? Тот хрем в скафандре. Что он сказал? Да, не важно. Эй, выкладывай давай. Бухарь, ты вот сейчас зря это затеял. Да на. Думаешь, я тебе одной клешню не наваляю? Кали, что он сказал? Отвали. Что произошло с Сарой? А? Где твоя жена, Дик? Ах ты, суха! Взял на свою голову. На руку отбил. Декан. Не позорь нас. Тватит? Где твоя жена, Дик? Она умерла, бухарь. Сара умерла? Да. Твоя Сара давно умерла. Ты не думаешь, что хватит о ней оскорбять? О боже. Я думаю, что у тебя зверский левый хук, козлина. Это тебе не фрики. Это тебе не фрики. Пора мне назад в огород. Это лагерь выбрит с голоду. Да уж. Без тебя там никак. Только левый хук. И при этом я тебя вломил три раза подряд. Лагерь вымрет. Ты ж траву... Куда едем? Полишь. В лагерь. Не, не, у меня сейчас смена. Подбросишь меня? Это к северу от Кэм Шермана. Ладно. Так ты ж пешком ходишь обычно. Или ты задержался просто, мало ли. Подброшу, конечно. Ты мне так помог в этом задании сегодня. Хоть морду мне набил, это хорошо. Ну, я думаю, Вабрайн скоро появится снова с каким-нибудь лёгким заданием. Твою ночь она умерла. И ни ты, ни кто, либо другой не смог бы ничего сделать. Я должен был быть с ней. И чем бы это помогло? Ладно, всё, хватит. Да жива она. Пусть только сделают её мёртвой. Слушай, я за её от этого страдал. С Абрайаном вместе. Абрайн что-то скрывает. Надо было его придавить камнем. И узнать нужную информацию. Шиза, ты на связи? Лагерь Лос-Лейк. Шиза. Да, да, что такое? На нас напали... Эй, где твой друг? Он не пришёл на работу сегодня. Что творится? Да ты просто заткнись и послушай! Я повёз его на работу. И на нас напали упокоители. О, Господи. Где я? Рядом с Кэмп Роук. Сообщи железному Майку. Карлос идёт сюда, и он не остановится. А о чём я ему толдычал? Месяцами. Да, я ему сообщу. Мы движемся в сторону Тумала. Через пару минут Бухарь будет на месте. Прекрасно. Он пропустил пол смены, так что придётся отработать. Заткнись, Шиза! Слушайте, Кэмп Роук, это ведь в противоположной стороне от Тумала. Ну, додумался. Выбрали дорогу покрасивее. Отбой! Урод! Козел ты, Шиза. А я думаю, додуматься или нет? Уже ещё в другой части были. Карты. Додумался. Не дурачок. Так, 150 метров. Вот она ферма. Бухарь. Правда, мотыги твои нет. Поэтому будешь руками сегодня вырывать сорняки. Кто-то подходит к воротам. Не стыдно тебе? Ну, работаем. Энергичней. Кто не работает, тот не ест. Да. Придётся. Спасибо тебе. Ну, хоть развеялся. Хоть что-то хорошее с ним произошло. О, теперь задания появились вот так. Как по старому стилю. У меня нет выбора. Там появлялись мелкими значками. Выживать не значит жить. Нет начала и нет конца. Новое задание. Куда ехать? Опять назад. Нифига себе, а зачем? А, понял. Это вспомнить про Сару. Понятно? Помните, мы к этой церкви подходили несколько раз. Он доставал фотографию, но ничего не происходило. Видимо, рано было ещё до этого момента. Нужно было пройти в другую сюжетку. Ну, поехали. Мы сейчас быстрым перемещением сделаем. Правда, в ночное время это, наверное, неправильно было делать. А потом, наверное, к камню поедем, мне кажется. В шестой раз. К церкви мы дважды подходили. Я ещё хотел в церковь залезть в одной из серий. А там не было ни окон открытых, ничего. Ну, сейчас я узнаю, что на самом деле там происходит. Да не кричите. Чё рюк? Майк, они были здесь, в Кэмп Роук. В Кэмп Роук? Упокоители в Кэмп Роук? А это точно были они? Майк, ты что? Их, знаешь, трудно с кем-то спутать. Всё-таки шрамы и мания убивать всё, что движется, как-то наводит на мысль. Ладно, успокойся. Мы договорились о встрече с Карлосом. Завтра Шиза поедет в Айрон-Бьют. Он выяснит, что тут творится, и потом мы... Ты посылаешь на переговоры Шиза? О, господи, Майк! Я без тебя знаю, как управлять лагерем. Я сказал, у нас с ними будет мир. Конец связи. А чёрт, как скажешь, Майк, как скажешь. Шиза прав. Ты вгонишь всех в могилу. Пытаюсь найти бензин. Завчатку вижу. Дикон Сэн, Джон, это Лост Лейк, приём. Да, Майк, Дикон на связи. Я слышал, ты нашёл Харпера. Я надеялся, что ты доставишь его живым для суда. Ну, я... Прости, Майк, он... Он, короче, меня опередили фрике. О, чёрт, о Рике мне не сказала. Харпер был из тех, кому никогда нельзя поворачиваться спиной. Но даже он такого не заслужил. А, да, Майк, я согласен. Но, знаешь, Дэн Лейн тоже не заслужил пулю в спину. Вот тут ты прав. Ладно, Дик. До связи. Нашёл. Сейчас заправимся и, наверное, переночеваем. Не хочу ночью туда ехать. Да, я как раз в твоём районе. Ладно, постараюсь. Конец связи. Как раз в твоём районе. Очень вовремя. То, что надо. Дик, ты где, брат? Привет, Бухарь. Я направляюсь в Мэрион Форкс. В Мэрион Форкс? Это ещё зачем? Потому что я решил... Да всё, как ты сказал. Хватит уже о ней скорбеть. Пора попрощаться. Ты поедешь к часовне? Не знаю. Наверное. Господи, Дик. Это в последний раз. Обещаю. Отбой. Едем типа попрощаться, да? Ладно. Что ты делаешь? Диксон и Джон. Это Коплен. Приём. Дик, слышишь? Привет, Коуп. Дай угадаю. У тебя для меня дело? Лады. И я загляну, как получится. Отбой. Всё, ночуем. Не поеду, та ночь. Блин, как дверь закрыть? Могу сейчас закрытой дверью спать. Хотя она особо не спасает от мертвяков. Как бухарь говорит, койка зовёт. Койка мест. Байк поставил. Видите, стратегически точно, чтобы в случае себя садят. Ладно. Идём. Быстро прыгнуть и поехать. Без разворотов. Ну, пока красных линий нет. Поехали. Да тут как-то спокойно вообще в этом месте. Кто там опять? У меня заводали. Это радио свободная Орегон. А, Коуп. Отвечает. Освобождает. Чего хотят Неру? Они исчезают на два года, а потом возвращаются с пушками. Не пытайтесь узнать. Вас убьют. Да, в общем, не так всё есть. Я видел, как они расчут в округе. Думаю, что знают лес лучше меня. Они что-то делают с фриками. Выслеживают. Изучают. Наблюдают. Записывают что-то в свои блокнотики. А знаете зачем? Информацию собирают. Хотят знать, когда эти твари вымрут от голода. Или, может, пытаются вычислить, когда федералам можно будет покинуть свои норки и снова прибрать к рукам всю власть. Впервые фрики играют нам на руку. Чем дольше они продержатся, тем дольше федералы будут гнить в своей каменной темнице. Мир уже не принадлежит нам. Но благодаря фрикам он не принадлежит и федералам. С вами Марк Коупленд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Вот опять, Коуп. Ты нихрена не понимаешь. Фрики, они ни за кого. И этот мир уже принадлежит им. Он тебя не слышит. Я просто решил дослушать этот диалог, чтобы он потом не повторялся. А это обычно происходит. Если он срывается, то потом заново его нужно слушать. Вот так я теперь умею... Ха-ха-ха-ха-ха. Какой диод поставил здесь фургон? Ха-ха-ха. Какой? Ставь его на место на ноги. Сильно разбили, нет? Оно не дымится еще. Давай починим. Это поправимо. Ха-ха-ха-ха. Нормально. Нет, так ты точно будешь, если вдруг погоня, долго отсюда выбираться. Вот, блин, фургон какая-то сакатина припарковал, а не там, где надо. Все? Все. Там вон фрики бегают. Или кто это там сходит, смотрите. Что-то шевелится там. Или это блики какие-то. Ладно, где-то церковь. Чуть-чуть дальше. Так че ж я пешком пойду. Поехали. Обычным ходом. Мне бы, конечно, металл не помешал. Стой, 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 не подходи. Тут будет какая-то супер сценка, я чувствую. Металла нет. Есть бензин, есть палка. А металла не вижу. Проверим местные багажники. Один керосин. Обойдем это место стороной, заправимся. Сохранимся, а потом только пойдем квест выполнять. Вот она церквуха-то. Дважды к ней подходи. С третьего раза нам откроются двери, да, наверное, церкви? Вот так. Ну вот, порядок. Боригуд. Ну, пошли. Ночное время нужно, да? Так я правильно ехал, оказывается. А что бы, если бы ты утром подошел к церкви, что бы изменилось? Фриков побольше будет, да? Ну, сейчас что-то узнаем о Саре, мне кажется. Может, какие-то, я не знаю, зацепки появятся. Потому что дальше двигается просто некуда. Стена глухая. Не представляю, как Дикон дальше будет поиски продолжать. Или тупо Брайн позвонит и скажет, что у меня есть информация. Так, не понял. О, я сговорю. А у меня патронов маловато. Два метра ехал целые сутки. Что делать? Убить брагняк. Они взломали церковь, оскверняют ее. Сволочи. Что там? Ух ты. Вот он, вот он. Это все, что ли? Убил. Убил. Давай, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди. Сейчас все будет. Не очень. Точно. Но, я думаю, не оглохли. Подонки. Со всех окон бьет. Пустите, тут дождь вообще-то. Вот уроды. Конечно, там меня, по идее, не должны, да? Словить. Там есть черный вход, конечно. Я бы мог бы бросить еще один фугас. Ну ладно. Зайду через черный вход. Открывайся, сволочь. Да, зараза ж. Меня подставили. Ну? Жду голову. Черт, черт, черт. Это был шлем. То есть, и прохаванные ребята. Засели неплохо. Наших бьет. Поехали. Еще кто-нибудь будет? Заряжаю. Мало боеприпасов. Да ладно, еще автомат есть. Попал в башку. Но они ж, блин, в броне все. Че я броню себе не надену? Что это за шум? Ну что, еще раз попробуем? Так и будешь там сидеть? Да, далековато. Попался. Шарахнем по нему. Шарахнем по нему. Еще осталось? Той фонарик задолбал. Не видно ни черта. Все, патронов нет. У нас потери. Последний. У нас потери, потери. Последний. Мы готов. Мне так жаль, что никто не пришел. Даже Бухарь. Видно, разозлили мы всех. Обе стороны. Но не то, чтобы всех. Бухарь. Ну куда же без него. Пусть это будет свидетельство моей любви. Для тебя я откажусь от всего. И всех. Это кольцо символ моей любви. И оно бесценно. У него нет начала и нет конца. Люблю тебя. Опять. Я с другой стороны отстреливаюсь. Что ж церковь такая популярная-то стала? Уверовали все? О, черт. Ого. Ни хрена себе. Твою мать. Твою мать. В домик. В домик быстрей. Фу. Лови. Кинем фугас. О, типец. Другой домик. Тут плохой домик. Не над тех я фугас потратил. Чувствую. Есть. 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 Уложили. Уложили. Блин, этот вообще броневик пришел. Видели его размеры? Я сначала думал робота прислали. Я сначала думал робота прислали. О-оу. У них походу тоже фугасики есть. Убивать не будем. Честно. С третьего раза. Ну попали. Патроны заканчиваются. Восемь штук осталось. Еще кто-то есть. В шлеме, в шлеме, в шлеме. Да. Лучше старым добрым способом. Костой ты с... Дедовским. Продолжаем. Это мешает... Мешают всякие собаки. Так вот. На чем мы остановились? Сейчас пулю вытащу из задницы. Это кольцо. Мое обещание. Я буду всегда любить тебя. И никогда тебя не оставлю. Можете поцеловать невесту. О, одну секунду. Вот это я могу вернуть. Если обещаешь, то будешь... Залезать на меня так же часто, как на байк. Развратниц. Ну я... Я здесь лишний. Объявляю вас мужем и... Ну, женой. Ну ладно. Пастырем были виды, да? До церемонии. Ну и единственный гость. Пока еще с рукой. Ну пока. Патроны дайте собрать. Ничего. Больше такого не повторится. Не дадут собрать патроны. Нет. Там же столько патронов было. Что ты творишь? Оружие может быть модное. Ладно, мы ее найдем. Не волнуйся. Это не конец. А где мы сейчас окажемся? О, а патроны остались? Слушай, слышишь меня? Да, Дик, чего такое? Все выполнено. Нет начала, нет конца. Шума стрельбы и взрывов может вылечь незваных гостей. Я помню. 63%. Ты помнишь ту церковь, где мы с Сарой поженились? Ну, в общем, в нее заявилась шайка вандалов. Жаль, я не с тобой. Я бы тебе с ними помог. Громит церковь Сары. Вот суки. Ага, ладно. Держись там, Бухарь. Конец связи. Отлично. Вот суки. Посмотрите, что вандалы наделали. Даже крышу сломали. Ну, вандалы. Вот изверги. Как они могли церковь сломать? Эдди, ты на связи? Лазарет Лост Лейк, вы меня слышите? Дикон, я здесь. Эдди, хорошо, хорошо. Слушай, ты там долго еще будешь? Мне, мне надо с тобой увидеться. Что-то случилось? В чем дело? Ничего такого. Я, я тебе на месте объясню. Конец связи. Лучше зажечь свечку, проехать к указанной точке. Я ищу еще какие-нибудь патроны. Дик, слушай, есть работа. Да понял. Рики, привет. Ладно, заеду. Конец связи. Сколько я там забрал? Ноль пистолетных. Немного автоматных. С пистолетами у нас... Нет, люди были. Но патронов что-то от них не выпало. Были некоторые. Пижоны. Смотрите, даже дробовичок как завис. Очень удачно. В меня стрелял. Ладно, отличный денек сегодня. Меня опять отправляют назад. Но тут куча, куча, просто, кучаща просто заданий появилось. Я думаю, сюда мы переместимся. Докупим патроны здесь. Следующая серия уже вместе с Такер и Коплодом выполним еще по одному дополнительному квесту. А потом будем двигаться вниз к Майку Железному. У него там больше всего. Там 4 квеста, по-моему, накопилось или еще больше. Ну и ничего, хотя бы сюжет чуть-чуть поехал. Это у меня вот эта Нера из очистки лагерей. Нера из очистки лагерей. И уже, знаете, как-то чуть-чуть так... На 30-м часу игры. Немного поддавливал. Тут теперь прям интересно с Сарой. Кстати, еще Лиза пропала. Еще Лизу, знаете, куда она делась-то? Сара, Лиза. Проблема с женщинами. Хочешь верь, хочешь нет, а у меня... Так, мне нужно здесь. Мне нужно здесь. Во-первых, что у меня с топливом? 70%. Да, может, и хватит, да. В ближайшие точки. Сюда я доеду. Да, доеду до следующего лагеря без проблем. Патроны надо заполнить. Патроны чуть-чуть дальше. За байком своим пришел, да? Эй, Зенни. Здорово. Дикон, как дела? Как жизнь лагерная? Все по-старому? Припасы, оружие. Так, припасы. Припасы, припасы. Глушители нужны? Нужны. А это что? Улучшенный магазин для... Оу! Это на третьем уровне доверия появится. Пистолетный глушитель, да. Хорошая пушка. Для одища что надо. Глушитель для основного оружия, да. Держи, как с завода. Особый глушитель. Ну ладно, это пусть будет. Патроны. Автомат, пистолет вообще нулевой. 144. Ну давай. Тебе еще что-нибудь нужно? Остальные, я думаю, достанем. Не надо остальное покупать. Хотя нафиг они эти кредиты. Что с ними делать? Давайте затаримся по полной. Еще что-нибудь? И один патрон для винтовки мне нужен. Может задание будет важное. Я не смогу его выполнить. Здоровье аптечки можно купить. У меня что там? Нет, еще что-то нужно, заходи. Если что понадобится, обращайся. Да, хватит. Чего-чего, аптечек дофига в нашей игре. Это не Лиза случайно? Нет, вообще бомж какой-то. Хоть бы помылся. Так, ну окей. За байком своим пришел, да? Как это было, байкарь? Начнем с вами с вот этого квеста. Охота на мародеров, как обычно. Дальше пойдет квест. Охотник на мародеров. Ничем не отличается от этого. Потом будут у нас два одинаковых квеста. И тут аж три штуки. Трофейная охота. Это, в принципе, то же самое, что охота на мародеров. Но зато будет дальше. Задание с Бухарем. И что-то, видимо, нужно будет достать для Рики. А, наконец-то трансформаторами займемся мы с вами. Хорошо. Хорошо. Давайте на этом закончим. Одно радует, что с Нерой мы покончили. Ну, в смысле, с вертолетами. Надеюсь. Небольшое облегчение. Спасибо, что смотрели, друзья. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий Days Gone. Пока.